Сейчас же продолжим рассказ о центральных событиях вторника. Начало этого дня жителям сразу нескольких крупных городов региона запомнилось многокилометровыми заторами и авариями. Из-за снега на несколько часов была перекрыта дорога на выезде из Шелихова. В связи с этим сотни людей опоздали на работу. Снегопад, который спровоцировал транспортный коллапс, не прекращается уже вторые сутки. Наша съемочная группа сегодня отправилась по дорогам Иркутска, чтобы оценить масштабы проблемы. Если у лошадиных сил не хватает, значит пришло время проявить свои собственные. Нет, это не турнир богатырей под открытым небом. Это обычный иркутский дворик, пройти или проехать, который сегодня утром было нереально. Зрители, как и участников, хоть отбавляй и ажиотаж оправдан. Буквально за час здесь столкнулись 15 автомобилей. Виновник массового ДТП затерялся где-то в общей массе, а вот причина аварии видна невооруженным глазом. Автобус за мной, я попробовал, скатился вниз, встал на стоянку туда. Пошел автобус попробовать, автобус не вышел, пошел вниз, джип в него въехал и пошли один за одним. По словам водителей, посыпать дорогу пескогравийной смесью здесь начали уже после аварии, причем уже вокруг ДТП. Справедливости ради стоит сказать, что подобную картину этим утром можно было наблюдать в самых разных уголках Иркутска. И в прямом смысле слова, выкручиваться из таких ситуаций людям приходилось кому как. Не остались в стороне и пригородные трассы. На несколько часов дороги в районе Шелихова и Слюдянки были перекрыты. В это же время некоторые улицы Иркутска больше напоминали полосу препятствий. По Помиловского, например, могли проехать лишь редкие легковушки. Правда, и здесь не обошлось без массовых столкновений. На небольшом пятачке уместились шесть помятых машин, среди водителей которых найти виновного оказалось тоже не так-то просто. Ну потом моя, я думала их объехать, я думала вот на черную, думала их объехать, тут как раз места-то хватает. Потом чувствую, ее несет, тут налить такая, ну все, катится. Давай взад сдавать, а ее просто так, чик, унесло вперед. Вы задели, да, получается? Ну, задел, да, вот так вот просто вошла в красную. Ну, а дальше уже, а дальше вот я заехала. Пик ДТП пришелся на утро и уже ближе к обеду. Вместе с растаявшими дорогами растворились и следы аварии. Их общее количество еще предстоит подсчитать. Однако среди тех пострадавших, кто встретился сегодня нам на пути, кажется, никто не был всерьез опечален случившимся. Ведь когда стихия диктует свои правила, только и остается, что подстроится под них. Павел Желудев, Андрей Назаров. Новости по будням.